Потому что после того, как утвердилось господство крупной машины индустрии, впервые в истории появилась возможность обеспечения свободного стороннего развития всех членов общества, ну и, соответственно, обеспечения полного благосостояния именно всех членов общества. Вот на это указал в своей работе, на появление такой возможности впервые в истории, например, Фридрих Энгельс в работе «Антидюринг» сказал, что впервые в истории такая ступень достигнута. Ну и понятно, некоторые люди из числа тех, кто желали добра, роду человеческому, они как раз считали, что поскольку такая ступень достигнута в развитии производительных сил, то осталось дело за малым. Уговорить тех, кто имеет власть и богатство, чтобы они поделились и чтобы всем стало хорошо. Это социалисты-утописты. Но они правильно предвосхищали будущее, например, перемену, очередование труда, оговорили о сокращении рабочего времени, обеспечении каждого материальными благами, нарисовали выгоды от этого, действительно выгоды были колоссальные, но, тем не менее, с точки зрения капиталистов, это было очень невыгодно, терять свое господствующее положение, в том числе и в экономике. Значит, нужно было найти ту общественную силу, которая способна провести в жизнь вот такое мироустройство. И таким, такой общественной силой являлся как раз рабочий класс, являлся и является промышленный рабочий класс, могильщик пролетариата, который как раз по своему положению заинтересован в уничтожении частной собственности, в утверждении общественной собственности в целях обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Вот когда мы говорим о том, что рабочий класс заинтересован в таком преобразовании, то мы должны подчеркнуть, что речь идет об экономических интересах, то есть об объективной характеристике того, что данному классу выгодно, и о мере заинтересованности в этих преобразованиях. То есть экономические интересы, в отличие от интересов, которые рассматривают психологи, это не некоторые субъективные переживания, влечения, которые обязательно проходят через сознание. Экономические интересы, как мы уже отметили, это объективная характеристика, объективная характеристика, то есть которая существует перед человеком, дана ему внешнее по отношению к нему это положение. То есть мы не все в нашем мире способны познать, и не все всегда знаем. Точнее говоря, мы все способны познать, но не все познали еще. То есть это процесс такой бесконечный. Так спрашивается, а вот рабочий класс, или рабочие, все вот они могут познать свои коренные классовые интересы? Вот как выяснилось, вот они все рабочие, познать их не могут, потому что в силу диалектики, именно общественной жизни, видимость не есть сущность. Ну, например, значит, рабочим кажется, что они получают, наемным рабочим условиям потолизма, что они получают свою заработную плату за труд. А отсюда тоже такой естественный вывод. Ну, если за труд, то есть за количество, за качество труда, то если больше трудишься, больше зарабатываешь, такое представление. А капиталисты рады это поддержать и говорят, что если хотите лучше жить, надо больше трудиться. Хотите больше зарабатывать, надо больше трудиться. И рабочие рады стараться, хотя на самом деле мы знаем, что это после Маркса, мы хорошо это знаем, что заработная плата является формой стоимости рабочей силы. Что стоимость рабочей силы определяется жизненными средствами, необходимыми для рабочей семьи. И что то количество труда, которое затрачивает рабочий, в общем-то не связано со стоимостью рабочей силы. А оно, так сказать, увеличение, скажем, продолжительности рабочего времени увеличивает что? Увеличивает прибавочную стоимость. То есть ту стоимость, которая выше стоимости рабочей силы. То есть вот Маркс разделил потребительную стоимость рабочей силы, ее способность создавать новую стоимость для капиталистов. И тут как раз капиталист говорит, как можно больше трудиться, дескать, больше заработать. И стоимость рабочей силы, она как раз фиксирована и зависит от стоимости жизненных средств работника и его семьи. Это разные величины. И вот это никак не осознать без глубокого научного понимания. Надо сказать, что до Маркса великие умы экономической мысли и политической мысли этого тоже не различали. И Маркс первоначально не различал, между прочим, стоимость труда и стоимость рабочей силы. А вот когда он это различил, когда это выяснилось, вот тогда было понятно и раскрыта тайна эксплуатации рабочего класса. Но я думаю, что каждый рабочий способен это осознать и осознать тем самым противоположность своих интересов, как представителей класса, интересам класса буржуазии. И сделать отсюда вывод, что необходимо свергнуть буржуазный строй и власть буржуазии, которые как раз представляют собой диктатуру буржуазии в условиях капиталистического товарного производства другой власти и быть не может. Это диктатура буржуазии. Вырастает из экономики. И вот все это осознать, каждый рабочий и большинство, и все рабочие не могут. Для этого требуется научное понимание. А в условиях как раз капитализма научным пониманием кто обладает? Ну, представители вовсе не рабочего класса. То есть, не рабочие, точнее говоря. А люди, которые по своему положению могут учиться в университетах. А мы знаем, что, скажем, в XIX веке это требало большой оплаты. Надо было иметь деньги на жилье и на все. И, конечно, никакие рабочие, может, в порядке какого-то исключения могли попасть в университет. А где-то это было запрещено. Помните, у нас был принят указ о кухаркиных детях, что люди определенного сословия вообще не могли поступать в университеты. То есть, масса была формальных и неформальных преград для того, чтобы рабочие учились в университете. Никаких там вечерних и так далее. То есть, открыть историческое призвание рабочего класса могли только интеллигенты. Они буржуазные интеллигенты по своему положению. По своему положению принадлежали к буржуазии или к мелкой буржуазии, которая стояла вне производства. И имела возможность заниматься теорией. Конечно, как только они переходили на точку зрения рабочего класса, иначе начинали, так сказать, познавать и создавать теорию, отражающую коренные интересы рабочего класса, они становились представителями рабочего класса. Хотя, по своему происхождению, еще раз говорю, это могли быть и дворяне, как, скажем, Владимир Ильич Ленин, такое сословие. Ну, а по своему положению, там, Маркс, значит, из адвокатской письми, то есть, скорее всего, мелкий буржуазий, а Энгельс просто из буржуазии. Сам некоторое время был буржуазий. Но, тем не менее, и представление интересы рабочего класса. Вот отсюда появилась идея научного социализма. Дело теперь было за малым. Соединить вот эту идею с представителями рабочего класса. И, казалось бы, вот это же выгодно всем. Надо растолковать это дело. Ну, во-первых, растолковать было бы не очень-то просто. Хотя Маркс говорил, что «Капитал» – это книга написана для рабочих. Но мы сами понимаем, далеко не каждый рабочий способен так вот сходу прочитать, увлечься капиталом. Кого-то это просто остановит. То есть, это единицы таких рабочих. Очень немногие. Рабочие могли вот прочитать капитал. А что значит прочитать? Значит, понять тайну капиталистической эксплуатации, понять свои классы, осознать свои классовые интересы. Немногие. То есть, это были, конечно, рабочие, которые чувствовали несправедливость капиталистического строя. Это были сознательные рабочие, которые тянулись знанием, несмотря на каторгу капиталистического труда, по словам Леина. Это действительно каторга. Если мы примем во внимание условия труда, скажем, в 19 веке продолжительность рабочего дня, то, конечно, те люди, которые начинали посещать кружки, в которых интеллигенты, представители рабочего класса, то есть, те представители, которые действовали в интересах рабочего класса, встречались с рабочими, то таких рабочих было... Начиналось соединение научного социализма с рабочим движением, потому что эти люди, помимо того, что они изучали, они были плоть от плоти своих коллективов, своих товарищей, и участвовали в стачках, и эти стачки были массовыми во всех капиталистических странах. И вот первые представители научного социализма тоже видели это явление, принимали участие, помогали, особенно, это характерно уже для, скажем, российских марксистов, скажем, союз борьбы за освобождение рабочего класса, люди чем занимались. Вот не только они пропагандировали марксизм для тех наиболее созданных, наиболее передовых рабочих, которые приходили в эти кружки, но они уже писали, помогали составлять требования забастовочные, писали листовки. То есть, вот оно шло соединение с двух сторон. Значит, рабочие тянулись знанием, а интеллигенты, которые понимали, что самые лучшие идеи становятся материальные силы лишь тогда, когда они обладевают массами, значит, шли на встречу рабочим. Вот так начиналось возникновение партии. Начиналось, конечно, это возникновение с кружков. Вот не случайно все это, вот союз борьбы за освобождение рабочего класса, это, по сути, кружок. Таких кружков было, так сказать, достаточно много во всех странах, но это еще были кружки, потому что шаги такие, так сказать, это были все-таки разрозные. Тут кружок действовал такой, там, значит, Южно-Российское общество, опять небольшой кружок. Но, тем не менее, движение уже начиналось. И вот мы теперь зафиксируем в момент начала возникновения партии рабочего класса, как соединение научного социализма с рабочим движением отмечаем. Значит, что же выражало тенденцию к возникновению, то есть переходу из ничтого бытия, переходу из ничтого бытия партии рабочего класса. Ну, прежде всего, надо было размежеваться с теми, кто тоже называл себя социалистами. И такие всегда встречаются. У нас исторические, если брать, это были, там, скажем, социал-революционеры, еще всякие, так сказать, люди, которые тоже носили социалистов трудовики и так далее. Слово социализма использовали. И вот надо было выделиться из этой массы, значит, и обособить, и противопоставить себя. Уже тогда, конечно, звучали такие речи, что надо всем социалистическим силам быть вместе, но все понимали, что можно называться как угодно. Все умные люди, конечно, все марксисты. Понимали, что если люди себя называют социалистами, еще не знают, что они на самом деле выразители интересов рабочего класса. Социализм, так сказать, называли себя и партией мелкобуржуазной, как эсеры, да, и, так сказать, полубуржуазная и так далее. Значит, надо было от этого отделиться. Это первое. Во-вторых, нужно было, значит, теоретически сформулировать задачи борьбы. И здесь нужно было как раз закрепить положение о диктатуре притриата, о господности рабочего класса. И вот давление окружающие на умы, в том числе и представителей научного социализма, было достаточно сильным. И вот подумайте, как сейчас относятся к идее диктатуры притриата, скажем, в нашей стране. У нас буржуазная демократия во всем. А как, интересно, относились к идее диктатуры притриата там, в тех странах, которые только-только вышли, так сказать, из недр господства феодализма, там, в Пруссии. Вот они принимали закон против социалистов, да. А как относились в России? Да там, ну, это вообще, так сказать, если ты социал-демократ и капитал считаешь, ну, считай, что ты уже обеспечил себе путевку на каторгу. Так приблизительно. То есть, это нужно было еще и мужество, и кроме понимания того, что должна быть диктатура притриата, нужно было еще и мужество вот эту, так сказать, задачу сформулировать. За это выступать. Но, тем не менее, значит, вот как для того, чтобы в теоретической сфере партия себя утвердила как рабочая партия и установилась как рабочая партия, нужно как раз включить в программу требования диктатуры притриата, то есть, политического господства рабочего класса для уничтожения класса. Значит, далее нужно было, конечно, понимать логику классовой борьбы, идеалектику социально-экономической жизни, ну, а понимать это можно только, так сказать, овладевая идеалектикой в настоящем смысле. Поэтому, конечно, для теоретиков этой партии необходима работа, так сказать, по изучению науки логики, по изучению диалектики. Я говорю науку логики, потому что, ну, исторически, компендией диалектики принял форму науки логики Гегеля. Поэтому можно уже так говорить. Можно, конечно, было отвлечься, как будто вот это бы не было в истории. И тогда мы говорили, что нужно изучать… Ну, теперь мы же знаем, а что воплощает в себя диалектик. Значит, нужно было изучать науку логики, искать овладевать ее. И вот партия большевиков этим занималась и не только партия большевиков. Это вообще во всех европейских странах было. Да, все понимали, что после Маркса, что такое диалектика, по крайней мере, признавали. И вот на этом основывали свою теоретическую работу. Нужно было развертывать экономическую борьбу, причем такую борьбу, которая способствовала бы укреплению политических позиций рабочего класса. И вот это долго было так не очень понятно. А как же вот все-таки обеспечить связь экономической борьбы и политической? Но Первая русская революция показала, в чем состоит эта связь. И какова роль экономической борьбы, развития политической борьбы рабочего класса? Вот забастовочные комитеты объединились в Совет, и Совет оказался органом новой власти. Ну, понятно, что в первую русскую революцию 1905 года эти органы власти осуществляли властвование на небольших территориях, в рамках отдельных территорий. Но уже было понятно, куда дело идет. Было дело понятно, куда идет. И вот тем самым, поскольку большевики как раз выступали, и партия рабочего класса, которая у нас была большевистской РСДРП, но большевистское крыло здесь было, конечно, РСДРП, инициатором за то, чтобы развивать советское движение, чтобы рассматривать их как органы власти. Этот вопрос решался уже в первую русскую революцию, что советы должны становиться органами власти, а противники говорили, что нет, не должны, что это какой-то такой временный орган. И вот так вот как раз и осуществлялось единство экономической и политической борьбы. То есть, борясь за свои экономические интересы, рабочие поднимались, организовывались в забастком, и которые на более широком поприще создавали зачатки власти рабочего класса. То есть, советы выступали в этом смысле как организационная форма диктатуры пролетариата. Далее отметим, что если говорить о организационном строительстве партии, в чем стояла тенденция к возникновению? Вот она стояла в том, что повышалась роль рабочих партийных организаций. Тут, что называется, помогла сама ситуация русской революции. И, значит, когда необыкновенную активность проявлял рабочий класс, необыкновенную активность рабочий класс проявлял, ну, по статистике в некоторых регионах, в прибалтийских, один рабочий в среднем в 1905 году участвовал в трех стачках. Можете себе представить, вот сравниваю с сегодняшним днем, чтобы понять, какой колоссальный запас революционной энергии имеется у рабочего класса. Да, вот он сейчас не реализован. Но что вы думаете, что там ситуация была легче, что рабочий класс был какой-то более подготовленный, чем сегодня? Нет, вот так сложилась ситуация, да, вот революционная ситуация. Она как раз и есть ситуация пробуждения, развязывания вот этого огромного революционного потенциала рабочего класса. Ну, и когда вот люди так себя проявляли активно, они в партии активно себя проявляли, и в большинстве комитетов стали, так сказать, присутствовать кто? Рабочие, вот такие активные, которые и на баррикадах были, и стачковали, и, так сказать, они по праву стали играть решающую роль в партии. И Ленин это как раз отмечал процесс, что рост членов партии рабочих комитетов, о рабочих комитетах, отмечал и приветствовал этот процесс, значит, и связывал развитие партии именно с этим процессом, с рабочими партиями. Вот в этом состояла тенденция к возникновению партии рабочего класса. А в чем тогда проявлялась тенденция к прихождению? Мы знаем, что в становлении есть два момента – движение бытия в ничто, прихождение и ничто в бытие, возникновение. Вот мы о возникновении сказали, теперь прихождение, что… Ну, первое, что отказ от диалектики. Вы думаете, вот от диалектики, так сказать, только сейчас, что ли, отказываются, или сейчас, например, критикуют тех, кто изучает диалектику? Вот Михаил Васильевич, выдающийся совершенно диалектик в наших дней, поэтому сколько стрел у него летит, и как только, значит, эту неторитировать диалектику, да? Ну, и носители этой диалектики, выразители этой диалектики, самого яркого диалектика, так сказать, современности. Так это понятно. А что, это впервые, что ли? А вот Бернштейн тоже третировал Гегеля, как, так сказать, ненужного, и поэтому принцип Бернштейниада был такой – движение – все, конечнее и цельнее, что? Вот вам дурная бесконечность. То есть, это предполагал как раз отказ от этого метода, от революционного. Вот не случайно говорили революционный метод. Как же рабочий класс, который был признан совершить такую революцию, мог ее совершить, а для этого нужно, чтобы осознал рабочий класс свои интересы, без овладения диалектикой, хотя бы без того, чтобы руководители партии, да, первоначально владели этой диалектикой. Так вот, Бернштейн как раз сознательно, так сказать, третировал диалектику, как устаревший, ненужный метод и вредный метод. Вот в этом проявлялся, значит, тенденция к прихождению. Ну, разумеется, всякие формы... Вот Бернштейн и был как раз первым ярким ревизионистом. То есть, кто такие ревизионисты? Это пересматривает основу марксизма, по форме оставаясь марксистами. Вот они пересматривали основу революционной партии, по форме оставаясь, так сказать, социалистами, представителями рабочей партии России. Естественно, раз движение все в конечной цели не что, то какая тут диктатура у патриарта? А ее, так сказать, тогда и не нужно. Главное у вас сегодня биться за улучшение. А уж когда это будет диктатура, и чего к ней стремиться? Вот главное, чтобы сегодня что-то сделать. Это отсюда уже шаг до реформизма. То есть, за то, что будет твориться не революцией, а реформе, то есть частичным изменением форм существующего капиталистического строя. Это тоже тенденция к прихождению. И у нас были реформисты разного рода. Отрыв экономической борьбы от политической, что ни в коем случае не надо замахиваться на какие-то большие цели, на то, чтобы объединять с точком и там, и садовая свою власть. Нет, надо бороться, так сказать, по принципу копейка на рубль, да, это раз. И второе, что нужно идти в парламенты, вот вам связь тоже, вот такой оппортунистической, по возможности, оппортунистической борьбы экономической, с оппортунистической линией в политике. Надо идти в буржуазные парламенты, там заседать и голосованием решать все вопросы. Хотя ни в одной капиталистической стране, значит, партии рабочего класса не получали никогда большинства в парламентах, и никаких вопросов, революционных, конечно, вопросов о коренных преобразованиях в интересах пролетариата через буржуазный парламент решить не могли, в принципе, и не решали, естественно. Ну и понятно, что, так сказать, в организационном строении тенденции к прихождению рабочей партии в чем вставляла? В умолении роли рабочих, в затирании их, в увеличении, значит, количества и роли, повышении роли вот партийных функционеров. Ну, напоминаю, что салдемократическая партия Германии, которая долгие годы была, так сказать, образцовой, да, так сказать, сочетала все формы борьбы, это не случайно, потому что, значит, Энгельс и Маркс, так сказать, были из Германии, да, представители, ну и как-то вот писали на немецком языке, и поэтому влияние имели, прежде всего, в германском рабочем движении, да. Но, тем не менее, вот когда накопилась эта армия, просто уже армия, какая армия, я вам хочу сказать, что вот 40 тысяч было функционеров партийных и профсоюзных, они же работали в профсоюзах, члены партии, да, вот экономическая борьба, надо было работать в профсоюзах, работали в профсоюзах, работали, причем, вот я еще раз говорю, что 40 тысяч партийных функционеров, милые мои, так они все уже там, значит, руководят, да, на руководящих должностях оплачиваемых, так они тогда, какие тут им рабочие нужны? Нет, это уже некоторое покушение на теплые местечки, если, значит, рабочие могут руководить, а зачем же тогда эти люди тут сидят и получают либо партийные деньги, значит, либо профсоюзные деньги, нет, это такого нельзя допустить, это покушение на такие теплые местечки, вот это вот, пожалуйста, вам. И действительно, как дело дошло до дела, до необходимости сейчас сеть революции, все это все сдали все эти партийные функционеры, значит, и партия, которая становилась как партия рабочего класса, пережила процесс прихождения, и, конечно, партия рабочего класса перестала быть, стала демократа, как мы помним, значит, уже в момент первой эмпетистической войны, переродились, и, то есть, там взяла вверх тенденции к прихождению. Значит, чем завершается становление партии рабочего класса? Завершается тем, что партия становится авангардом политическим рабочего класса, то есть, способна вести за собой класс в решающих классовых битвах. Но эта способность в чем проверяется? Ну, вот она проверяется, например, в том, что в момент революционной ситуации партия способна организовать борьбу за установление диктатуры политариата. Вот, пожалуйста, вот такой критерий. Ну, другой дело, что революционная ситуация в условиях капитализма складывается не каждый день, даже не каждое десятилетие. Не каждое десятилетие. Но вот когда она сложилась, например, в России, значит, партия рабочего класса, которая уже стала авангардом, да, и, так сказать, именно партия большевиков, которая, по сути, размешивалась с меньшевиками. Да, вот это вот последний, так сказать, акт отделения от социалистов, которые даже были вроде бы как единые партии, но на самом деле все-таки это были уже мелкобуржуазные демократы, которые в решающий момент, конечно, не пошли за рабочим классом, не то, что не повели его на решающую эволюционную битву. Вот. И, значит, партия действительно продемонстрировала, что она авангард рабочего класса. Ну, мы отмечаем, что, если ставить вопрос, а где еще там партии становились авангардом рабочего класса, понятно, что в тех странах, где социализм победил, да, партии рабочего класса были авангардом, потому что они вот обладали способностью к тому, чтобы рабочий класс установил свое господство, организовать борьбу рабочего класса за установление своего господства в виде диктатуры патриарта. Другое дело, что уже, скажем, в европейских социалистических странах этот авангард опирался на очень активную роль коммунистической партии Советского Союза. То есть, вот нам впервые было это сложнее сделать, но, с другой стороны, мы это были самостоятельно, это точно уже был авангард. Точно был авангард. Вот, как мы видим, что становление, так сказать, партии рабочего класса отражает вот эти тенденции, поэтому обязательно будут тенденции к упразднению партии, к попыткам, так сказать, ревизионистским перехвата власти опортунистическим. Уж сомневаться в этом не приходится, потому что, ну, рабочий класс испытывает влияние, так сказать, всех классов и слоев буржуазного общества. Ленин говорил, он не отделен китайской стеной, да, да, кроме того, что и в самом рабочем классе есть противоречия, значит, между коренными текущими интересами, потому что поэтому есть борьба и с другими партиями, и внутри партийная борьба. Но когда, значит, партия начинает развиваться, вот она уже, так сказать, выделила себя, да, и утвердилась в качестве авангарда, то тогда эта борьба принимает, так сказать, иные формы. Но я думаю, что самое интересное, это уже когда авангард рабочего класса проявляет себя в условиях победившей диктатуры Патриата, то есть, так сказать, авангард обеспечивает, значит, мобизовал рабочий класс на восстановление своего господства, и эта диктатура установлена. В этих условиях уже, конечно, меняются и требования, меняются и задачи. В каком смысле? Повышается, что называется, их планка. Вот для того, чтобы свергнуть капитализм и утвердить, значит, диктатуру Патриата, ну, достаточно того, что вожди владеют диалектикой, ну, а авторитетах вождей позволяет принимать их позицию, да, так сказать, партии, центральным комитетом, выходящим выбором всей партии, ну, а, соответственно, и классом, потому что, раз это авангард рабочего класса, то как раз в партии собраны лучшие рабочие, лучшие, за которыми идет рабочая масса. Она ведь не столько за интеллигентами идет. Вот, ну, кто в коллективе, сколько там партийств, интеллигентов, и что они будут делать? На баррикады, да. Даже леем не было на баррикадах, между прочим. А были на баррикадах партийцы, за ними же шли. Вот они на баррикадах кто? Рабочие. Вот история, к сожалению, мало сохранила имен таких передвижников рабочих. Вот мы знаем Бабушкина. Леонид исключительно высоко ставил такого рабочего, говорил, что без них вот дело социализма было бы безнадежно. Но, тем не менее, как-то вот мало мы знаем о таких рабочих. А ведь на таких рабочих наверняка были тысячи, тысячи чинов партии, которые, так сказать, были за собой. Ну вот, когда, значит, партия утвердилась, как правящая партия, то здесь в чем стоит ее развитие? Вот в том, что диалектика становится достоянием, значит, изучают диалектику и осваивают диалектику. Для осуществления политики, для понимания происходящего уже более широкие слайды. Вот Ленин писал же о том, что большевики должны стать, так сказать, создать нечто вроде общества друзей диалектики гигелевской, для того, чтобы развивать, понимать. Для этого было очень много сделано, например, в советское время, да, на русском языке, была издана наука логики. Ну и, скажем, вот я для себя выяснил, как Сталин изучал, не изучал науку логики? Изучал. Но он как-то вот так изучал, значит, что пригласил вроде как лектор одного, ну или преподавателя, потому что это было изучение, так сказать, вдвоем. Ну, видимо, Сталин ждал собеседования, а этот лектор, значит, взялся не обсуждать науку логики, как это требуется от ведущего, такие занятия. Теперь-то мы это хорошо знаем. А он начал поучать Сталина и вроде читать ему лекцию, да еще так сгоряча. Видимо, горячился, что Сталин что-то не понимает. Ну, Сталин, он мудрый человек, конечно, так сказать, как говорят, улыбнулся, и все, и закончил учение. Ну, можно, конечно, посетовать, что, ну, нашел бы другого человека, более подходящего для этой цели, да. Но, тем не менее, он брался на эту работу. Но, тем не менее, значит, надо было, так сказать, те, кто хотел, да, в других формах не Сталина, те могли читать, изучать, и так далее. То есть, вот этим надо, конечно, заниматься в широких масштабах, потому что, сказать, иначе, вот очень трудно, очень трудно тогда в политике выбирать правильные формы борьбы, понимать необходимость замены одной формы, которая менее пригодна в данных условиях, более актуальной формы, то есть, вот быть готовым ко всяким поводам политической своей борьбы, да, это раз. Во-вторых, вот только диалектик может понять, что классовая борьба в условиях социализма продолжается, что она не завершается завершением переходного периода и с уничтожением классового антагонизма. Вот в победившем социализме, то есть, в первой фазе коммунизма, антагонистических классов нет. Классовая борьба продолжается. Это очень диалектическое понимание. Это очень диалектическое понимание. Что нет класса, какая же классовая борьба? Так это борьба за коренные интересы рабочего класса против проявления тех интересов, в том числе интересов носителями, которыми выступает рабочий, да, за то, чтобы эти вот коренные интересы рабочего класса осуществлялись. Это есть классовая борьба. Борьба за коренные интересы рабочего класса против всех интересов, которые с ним расходятся, с коренными интересами. Это очень непросто понять. Нет, вот требуется дилектическое понимание. А еще больше дилектическое понимание требуется, чтобы понять, что в условиях социализма победившего нет никакого товарного производства. Хотя, говорят, товары, деньги, банки, вот такие мы использовали категории. А как же это непосредственно общественное производство, то есть не товарное? Как же не товарное? Я вот сколько слышал от профессоров. Вот говорят, как же. Скажите, пожалуйста, деньги, есть социализм. Значит, оно денежное хозяйство. Товар есть, значит, товарное хозяйство. А с чего взяли, что это товар, что это деньги? А люди как назовут, так они это воспринимают. Не давая себе труда осмыслить, что новое содержание проявляет себя и в старых формах тоже. Это опять требует понимания, что, скажем, Михаил Васильевич как-то сформулировал, что налицо противоречия между непосредственно общественной природой, социалистической экономикой и моментами товарности в ней. В этой природе, да? Моменты. Момент товарности. Не товарные производства, а момент. Ну, вот как без диалектики это сформулируешь? Ну, никак не сформулируешь. И люди, которые не знают диалектики, они начинают. Ну, раз есть товары, значит, товарное хозяйство. И пошло и поехало. Ну, если товарное хозяйство, вообще, зачем тогда руководящая роль партии в системе, значит, государственной диктатуры патриата? Это зачем она нужна? То есть, все самоустроится. Только не мешайте. Дайте вот свободу. Вот как это кричали. Искренне некоторые кричали, потому что они были последовательны. Раз уж это товарное производство, то никакого директивного мешательства не должно быть. Потому что оно подрывает социалистическое товарное производство. Ну, а люди умные говорили. Ну, все. Теперь давайте ярлык привесим социалистическому к всему. Социалистическое товарное производство, социалистическая эксплуатация, социалистическая и наемная рабочая сила. Ну, что тут сделаешь? Если вот не знают люди о лекциях, до них это юмора и не доходило. Так скажем. Значит, дальше. Значит, необходимо продолжать борьбу за сокращение рабочего дня и улучшение условий труда. То есть, партия должна работать в профсоюзах и поднимать профсоюзы на решение все более высоких задач. Потому что без этого не будет, значит, и укрепления самой партии, между прочим. Если рабочие работают, как работали, так и работают по 8 часов, то для партийной жизни время остается исключительно мало. Но недостаточно явно. Для того, чтобы, мы говорим, вот партийцы должны, значит, рабочие должны играть решающую роль. Вот он после 8 часов работа из станка должен играть решающую роль. Физически не очень-то здорово получается. Значит, для развития партии нужно, чтобы сокращался рабочий день. Но сокращается для всех, но в том числе и для партийцев тоже, конечно. Так, нужно бороться, если мы говорим о политических, за всеобщее участие в управлении. Ну, хорошо, вы утвердили советы. Да, значит, это что такое? Организационная форма диктатуры политриата. А сколько в этих советах, значит, рабочих? Какая сменяемость? Нет ли тенденции к превращению вот этих депутатов от рабочих коллективов, значит, такие вот парламентарии, которые, так сказать, пожизненно там в этих советах сидят? Ну, и вроде как уже с этим местом срослись и непонятно, кто они больше рабочие, что называется, или парламентарии, или депутаты. То есть, а это ведь тоже, даже если они там часть времени, так сказать, в работе бывают, но это как-то наше бы освежалось, потому что нет ли здесь уже затирания более способных людей? Потому что, ну, в этом смысле перерывная тоже неплохая, должны приходить молодежь, ну, такие, так сказать, в советы тоже. То есть, здесь возникает трение и противоречия тоже, и в условиях победившего рабочего класса тоже, конечно. То есть, это будет борьба. Кроме того, ведь это борьба с бюрократизмом, потому что пока классы ничтожны, существует отделение на кого? На слой, на социальный слой управленцев и тех, кто управляем мы. Это тоже ведь социальный классовый отделение. Значит, управленцы, специалисты по управлению, а рабочие преимущественно люди исполнительского труда. Значит, они на два часа в день участвуют в управлении, в советах, или в комиссиях, или в составе шефских бригад, если говорить о таких формах участия в управлении, как шеф-то-заводов над госаппаратом. В качестве соцсовместителей, но они все еще преимущественно рабочие. А те, кто, значит, курирует таких соцсовместителей, например, рабочие были в качестве соцсовместителей, скажем, заместителя, шеф-то-заводов, зампрокурора и так далее. А кто их курирует? Начальник отдела, прокурор, специалист по управлению, для которого это специальные функции, которые он выполняет в основное время. Здесь же возникает почва для бюрократизма. И как вы думаете, что прямо все бюрократы были и будут исключительно рады, даже бюрократ с партийными билетами, приветствовать тех, кто подрубает корни бюрократизма, кто лишает их монополии на властвование? Нет. Ну, конечно же, нет. Это же фронт классовой борьбы на самом деле. Так вот, надо, чтобы на этом фронте обеспечивалась победа рабочего класса. И это без сознательных партийцев, которые сами ведут эту борьбу, прежде всего рабочие, и показывают пример этой борьбы, организованной, коллективных действий, ведут за собой в коллективные действия других рабочих, не обойтись. Ну и, наконец, если говорить о организационной стороне партии, то, конечно же, требуется укрепление в руководящей роли партии, и в том числе и в закреплении в уставных нормах этой роли. Должен сказать, что вот если брать историю, то, скажем, у партии большевиков такого закрепления, пожалуй, не было. Ну, как-то вот сложилось, что большинство рабочих, хотя, как сказать, обеспечили вот эту решающую роль через преимущественный, приоритетный прием рабочих от станка. Скажем, когда умер Владимир Владимирович Ленин, вы помните, обилие призыв ленинский. Кого призывали? Партию. Рабочих от станка. Почему вдруг такой, значит, был лозунг выдвинут? Ну, потому что увидели, что как-то к победившей партии, как и предсказал Владимир Владимирович Ленин, будут примазываться карьеристы в расчете на то, чтобы продвинуться. И всякая такая бюрократическая сволочь, обязательно будут примазавшиеся. И с этим надо бороться чистками. Это вот тоже для победившей партии совершенно необходимая вещь для развития партии. Надо очищать себя от тех, кто партии дискредитирует. Даже если это и рабочие, даже если, скажем, тем более, все это бюрократические всякие члены партии и так далее, и так далее. Да, так вот, проводили чистки и проводили прием. И существовало в конце 20-х годов несколько категорий по приоритетности приема. Первые рабочие станка, красноармейцы и так далее, и так далее, и интеллигенты в последнюю очередь. То есть, классовый состав партии регулировался, и считалось, что это действительно очень важно. Это очень действительно важно. Это, наверное, единственный момент, когда рабочих станка было, ну, процентов 50, по-моему, вот так, в партии. Вот на рубеже 20-х и 30-х годов. После этого, там, вот как, будем говорить о том, что были негативные тенденции, после этого такого же преобладания не было. Ну, а, дескать, считалось, что если они преобладают в количестве, значит, они и в органах руководящих хорошо отражены. А поскольку первичные организации, вообще говоря, это вот основа партии, это первичная организация. Дескать, первичная организация может повлиять на все остальное. Если тут большинство рабочих, ну, так что тогда? Тогда, значит, мы можем решить вопросы и с Центральным комитетом, и с Обкомом, и Горком, и так далее. Видимо, такое было представление. Но это все-таки не совсем так. Поэтому, если говорить о том, какая бы норма просилась в порядке, норм уставной, в порядке развития, это вот та норма, которую закрепила уже рабочая партия России. О том, чтобы в руководящих органах, во всех руководящих органах было большинство рабочих партии, да? И не просто большинство в списочном составе, а большинство на момент принятия решения. Вот этот шаг, который напрашивался уже тогда. Ну, вот он сделан сейчас. Сейчас партия, правда, переживает становление партии рабочего класса. Я имею в виду, в лице общественного объединения рабочей партии России идет становление, потому что она еще не стала авангардом, а становится авангардом рабочего класса. Но, тем не менее, поскольку мы уже осмыслили опыт борьбы, достижений и утрат предшествующих поколений партийных рабочих и партии, партийцев, то мы вот эту норму закрепили. Вот это на вырос, что называется. Эта норма еще будет актуальнее, когда партия будет предстоит развиваться. Значит, здесь же такая норма. Ну, хорошо, рабочие рабочие, а все равно интеллигенты-кориалисты же, они могут пойти, так сказать, в партию, и там они очень крикливые, такие очень напористые, рабочие в этом смысле могут уступать. В смысле напора такого карьеристского, рабочие точно могут уступать карьеристам в партии. Вот это уже и мой опыт говорит. Что же надо делать, чтобы карьеристы как-то поменьше лезли? Вот очень хорошая была мера все-таки партмаксимум, когда руководящие работники не получали, кстати, получали зарплату большую, да, но получали сами не больше заработка квалифицированного рабочего, а все остальное сдавали в партийную кассу. И тогда как-то пропадало желание, значит, идти в партию. У тех, кто вот, так сказать, гнался за длинным рублем. А что за длинным рублем? То есть, свои интересы личные вот на первом плане держали. А у коммунистов, наоборот, интересы класса должны преобладать над всеми остальными своими личными интересами. Я не хочу сказать, что интересы класса – это не личные интересы рабочих. Это главные интересы рабочих, да, и главные интересы интеллигентов, которые находятся в партии. Но помимо этих главных, основных, существуют и второстепенные побочные, которые могут вступать в противоречие с главным. Значит, вот эти противоречия интересов надо разрешать в соответствии с приоритетом этих коренных интересов. Ну, вот это позитивные тенденции развития. Но, разумеется, всякое развитие встречает и негативные тенденции. В чем это стоит? Ну, формализм в обучении. Да. Ну, например, давайте выкинем Гегеля. И изучайте, ходите в университет марксизма и ленизма. Господи, сколько у нас было университетов марксизма и ленизма в советское время? Это партийная учеба. Ну, все там должны были учиться. Но чтобы там изучали науку логики, да хоть что-то, хоть изложение какое-то. Этого не было. То есть, давайте диалектику уберем только. И изучайте марксизм и ленизм без живой души марксизма. А диалектика? Вот же Ленин говорил, что такое живая душа марксизма. Так вот, мы изучали марксизм без его живой души. То есть, мертвичину преподносили. Да? В этих университетах марксизма и ленизма. Так обучали рабочих. Ну, раз, так сказать, изучали, и так к теории относились, то есть, выкинули, и, так сказать, задвинули куда-то на задворке изучения науки логики Гегеля, то, разумеется, тогда и рукой подать было до того вывода, что в условиях победившего социализма, когда нет антиагностических классов, преобладает всенародность. А отсюда один шаг уже до всенародного государства. Всего умерла диктатура. Над кем властвовать-то? Нет противостоящих классов. Все только союзники, все друзья, все вокруг товарищей, я вокруг друзья. Все. Общенародные государства. Я вас уверяю, что общенародные государства, значит, эта тенденция была и при капитализме, такое представление, помните, критика ГОСКОЙ программы. Так это туда же уже несли народные государства. Это будет при социализме, было при социализме, и будет тоже тенденция к умолению классового характера социалистического государства, а тем самым к тенденции к умолению диктатуры пролетариата. Вот она была присутствовала у нас, и она к большому несчастью рабочего класса, не только России, не только Советского Союза, но и вообще всего мира, возгладала. Ну, это был поворот контрреволюции. Значит, в области экономической политики можем отметить, что негативная тенденция в том, что больше-больше-больше продукта, больше прибавочного продукта, то есть продукта сверхнеходимого для того, чтобы для самого рабочего класса создать общественные продукты. Ну, и не надо сокращать рабочее время. Не надо сокращать. Вот у нас с 1913 до 1960 года рабочая неделя сократилась на 18 часов, а с 60 года до конца 80-х годов на 12 минут. Всё. Вот он застой. То есть больше продукта, меньше рабочего времени, всё меньше, так сказать, свободного времени, всё столько же, а на самом деле меньше. Потому что, надо сказать, что в реальности позднесоветская статистика не отражала факта роста сверхурочной работы. То есть не то, чтобы всё тоже, так сказать, объём свободного времени, а, конечно, уменьшающий свободное время. Ну, а раз уменьшающийся, всё тогда, какая тут политическая активность? Всё, ваше дело у станков будет. Значит, рабочий, каждую минуту рабочей, работы, значит, должен посвящать. Вот такие, лозунги. Всё. Ну, значит, правит уже партийная бюрократия, раз мы сокращаем, не сокращаем рабочий день. Ну, раз правит партийная, значит, бюрократия, то и в государстве тоже уже усиливается роль аппарата, всяких служащих, и нарастание идёт этих служащих, и что такое, только вот идёт воспроизводство классовых различий вместо уничтожения классовых различий. То есть, а это как раз связано с тем, что главный вообще способ уничтожения классовых различий это сокращение рабочего времени рабочих и привлечение к производительному труду нерабочих. Вот так на этой основе всё это будет уничтожаться. А тут всё это, наоборот, значит, уменьшалось, эта роль. Если рабочих привлекали, простите, нерабочих, к выполнению производительного труда, ну, например, к сельхозработам, университетских работников, и не только университетских, заводских инженеров, ой, сколько было стона, ой, нас отрывает, ну, надо прямо думать, что вот каждую минуту они там, вот каждую минуту они были поглощены этим делом. То есть, это вот как раз был стон в пользу чего? В пользу воспроизводства деления общественного класса. Ну, и понятно, что, если такая линия идёт, то внутри партии, так сказать, рабочих надо как можно дальше сдвигать. Ну, я напоминаю, что их задвинули, много тут было мер, в ЦК рабочие было, это как свадебные генералы, вот генерал был больше, мне кажется, чем рабочих, их долго отбирали, кто же такой рабочий, чтобы был он с каким-то обязательным орденом, не обязательно какой он политически активный человек и борец, вот главное, чтобы он вот хорошо смотрелся. Это раз, да, значит, а потом и генерал надо было как можно меньше. Вот, напоминаю, было принято решение, что начиная с цехкомов, начиная с цеховых комитетов партийных, значит, секретарем партийного комитета должен был быть человек с высшим образованием, то есть не рабочий, то есть рабочий даже в своем цехе не мог руководить партийным органом, во как, и все это называлось, значит, руководящая сила, да, партия, как политический авангард рабочего класса, вот рабочий класс даже от самых исходных, значит, руководящих должностей был отстранен, рабочий принципиально просто, ну, нет высшего образования, а я должен сказать, что если ты имел высшее образование с дипломом, ты, как правило, обязан был работать по специальности, это твоя была обязанность, а не так, что если ты рабочий, ну, я говорю, хочу быть секретарем парткома, значит, окончил, получил диплом, и не, окончил, и тогда ты не рабочий, вот эта практика была какая, позднесоветского периода страшная, значит, понятно, что вот эти две тенденции, так сказать, противоположны, но и для того, чтобы партия развивалась, нужно, чтобы кто, партийные рабочие, да, и сознательные члены партии, числа нерабочих, боролись активно за приоритет вот этих позитивных тенденций, негативных, и это внутри партийная борьба будет идти, она шла, во-первых, в рамках всего периода социализма, но, к сожалению, достаточно короткого, и, к сожалению, с перевесом уже негативных тенденций, да, никогда будет опыт повторен, я имею в виду опыт утверждения социализма, и, значит, даже будут извлечены уроки из, вот, поражения социализма в Советском Союзе, это отражало как раз прихождение партии, как партия рабочего класса, все равно все эти негативные тенденции будут действовать, и обеспечить развитие партии по линии прогрессивной тенденции можно бы только чем? Активной борьбой самих членов партии за это дело. Никакие нормы устава, они могут только помочь этой борьбе, но они никогда не заменят, значит, необходимости этой борьбы, потому что все можно, в конце концов, переиграть, если люди откажутся от активной позиции в этой внутри партии борьбе. Так что источником развития партии рабочего класса в условиях победившего социализма, в условиях перерастания социализма как первой фазы коммунизма в полный коммунизм является как раз вот эта внутрипартийная борьба, и не просто внутрипартийная борьба, а борьба, наступательная борьба представителей и носителей позитивных тенденций по отношению к представителям-носителям негативных тенденций. А надо сказать, что сложность этой борьбы состоит в том, что каждый член партии может сегодня быть представителем прогрессивной тенденции, а завтра негативной, если он запустил какую-то ошибку. То есть, если тоже не навесишь незакрепшие эти рвали, они могут закрепляться, конечно, если какие-то фракции образуются, это нельзя исключить. Но дело в том, что даже если люди не вступили в какие-то фракции, то есть в организованные группы антипартийные, они все равно могут в определенный момент быть носителями антипартийных тенденций. И вот в свое время это очень удивляло Ричарда Ивановича Косолапова. Это был очень крупный ученый, член Центрального комитета и главного редактора Коммуниста, который никак не мог принять мысль о том, что вот и его интересы тоже противоречивы, и что вот он может быть выразителем антикоммунистических тенденций. Вот, значит, в конечном счете я еще раз говорю, что развитие партии по линии позитивных тенденций зависит от того, насколько активны носители и сторонники этих позитивных тенденций. Спасибо за внимание. Так, вопрос от Михаила. Что такое макроэкономика? Ну, вопрос, значит, это учение об экономике как в целом. Ну, я должен сказать, что вот в марксизме такого, марксизм-линизм, я имею в виду, такого термина не было. Вот, посмотрите капитал. Значит, там берется товар, там берется сначала капиталистическое предприятие. Ну, потом все равно рассматривается экономика в целом, потому что, например, во втором томе капитала идет речь о чем? О воспроизводстве общественного капитала. То есть, где мы рассматриваем движение не отдельного капитала, а всей совокупной массы капитала. Ну, и как-то все укладывается. Что пока мы не знаем, что такое экономическое предприятие, как вы поймете, что такое совокупный капитал? То есть, сумма этих составляющих, да? Ну, поэтому вот все это экономическая теория, или, точнее говоря, политическая экономия капитализма в рамках марксизма-линизма. А вот это диалектика. А, скажем, в буржуазной науке там как-то умудрились разделить. Вот мы берем фирму, и когда мы изучаем поведение отдельной фирмы, отдельного работника на рынке труда, или отдельный рынок, это называется микроэкономика. А потом есть отдельный курс, отдельный от микро. Это будет называться макроэкономика, когда мы рассматриваем движение всей экономики в целом, различных ее секторов и так далее. То есть, это, я думаю, что нельзя сказать, что там нет ничего научного. Но деление, вот такой разрыв между рассмотрением отдельных, так сказать, субъектов экономики и их совокупным действием, такой разрыв, на мой взгляд, антидиалектичен. Ну, и странно было бы требовать от представителей буржуазной науки, так сказать, применения диалектики. Потому что третировать гегелевскую диалектику начали еще полтора века назад в той же Германии. Не успел Гегель умереть уже, а его, значит, диалектику третировали как, так сказать, дохлую собаку. Вот по словам Энгельса. То есть, для них страшная, ведь вообще говоря, штука диалектика. Вот антидиалектичный взгляд приводит к тому, что мы разделяем, причем в рамках отдельных курсов, в рамках отдельных учебников, в рамках отдельных моделей, все это так у них выстроено, значит, микро- и макроэкономику. Вопрос от Николая. Поскольку рабочий класс сегодня в России практически не борется, логично предположить, что экономическое положение его еще устраивает? Ну, первое, что не борется ли рабочий класс? Ну, я думаю, что утверждать вот так, что совсем не борется, неправильно. Значит, здесь и там все-таки есть забастовки. Я думаю, что официальная статистика, конечно, всех трудовых конфликтов не фиксирует. Это надо, чтобы был зарегистрирован коллективный трудовой спор по всей процедуре. Разумеется, трудовые конфликты не всегда, я думаю, что большей части не проходят в соответствии с этой процедурой. Потому что, чтобы пройти весь этот путь от выдвижения требований до согласительных примирительных комиссий и так далее, это нужно такую иметь высокую степень организации, что такой мощный профсоюз, что, конечно, такие профсоюзные организации способны таким действиям пока еще единичны. Да, единичны. Но какие-то движения, так сказать, в защиту своих интересов и прав в широких масштабах более присутствуют. Но вот не такие систематичные, не такие, так сказать, выстроенные, что называется, эпизодичные, конечно, шире. Поэтому нельзя сказать, что рабочий класс совсем не борется. Это, наверное, все-таки было бы упрощением. Но, с другой стороны, я сегодня же вспомнил, я думаю, что вопрос-то не случайный, что какова была активность рабочих, скажем, в период первой русской революции, что там один рабочий в трех стачках, в Петербургском тогда промышленном районе, там один рабочий, это, по-моему, металлист, значит, на одного рабочего чуть меньше двух стачек в год приходилось. Конечно, такой активности нет. Можно ли сказать, что все устраивает? Но, разумеется, как раз нельзя сказать. Потому что мы знаем, что положение рабочего класса улучшается, прежде всего, в результате коллективных действий. Вот тот, кто действует, тот, кто отстаивает свои интересы коллективными действиями, тот вырывает часть того, что создал рабочий класс из рук капиталистов, из жадных, значит, этих рук, которые все прямо готовы высадить. Поэтому мы знаем, что вот кто, скажем, в постсоветской России имел высокий зад? Ну, те, кто боролись. Вот у нас всегда было, примерно, там, долгое время, долгое время. Значит, докеры. Им говорили, ну, им хорошо, а не перевозками. Тогда перевозками занимались все. Вот сейчас действительно сложность, так сказать, санкции и так далее, нет перевозок. Действительно, проблема. Ну, когда перевозили из восточных портов, из, значит, из Черного моря, из Балтийского моря, из Калининграда, высокая зарплата была только у, значит, докеров в Санкт-Петербургском. А почему? Да потому что вот именно они использовали эти объективные возможности путем прекрасно организованных коллективных действий. Вот, ну, понимаете, говорят, что вы все время докером? Ну, если это золотыми буквами в историю вписано, вот впишите свое, и мы будем с удовольствием что-то новое. Вот до тех пор, пока ничего лучше не сделано, мы будем это вспоминать. И надо вспоминать, чтобы появилось желание сделать лучше, отталкиваясь и основываясь на этом опыте. Так вот, те, кто не боролся, те жили в значительно более худших условиях. Эти условия их не устраивали. Ну, как это можно устраивать? Как может устраивать людей низкая зарплата? Как может устраивать людей, значит, работа сверхнормальной продолжительности? Как она можно так устраивать? Да никак, конечно. Но это вот их неудовольствие, их неустроение в чем выражается? В этом стоне, да? В том, что люди, так сказать, склонны забыться. Пришел там, выпил, как это шутили горько раньше, что и свободен. Да, освободил себя вот таким образом от этого дела. То есть, на самом деле, я думаю, что рабочий класс, конечно, в массе своей совершенно не удовлетворен своим положением. Да, но нет понимания того, как улучшить свое положение. Нет понимания того, что улучшить свое положение, значит, нужно коллективным действием. Нет понимания того, что зарплату и условия труда лучше имеют не тот, кто болит работы, а тот, кто лучше борется в рамках коллективных действий. Вот такого понимания действительно нет. И в этом беда пока еще рабочего класса. Можно сказать, что вина. Но, думаю, пока в большей степени беда. Вот если бы, скажем, газета «Народные правды», где освещался передовой опыт борьбы, ну, хоть самых первых шагов, да, была бы там в миллионах экземплярах, распространялось бы по большинству, так сказать, предприятий, то есть и рабочие физически могли бы узнать об этом опыте. Ну, это одно дело. Вот тогда бы вина сказать, ну, дорогие товарищи, вам все рассказали, вам привели примеры, вам дали контакты. Вот звоните там Петрову в Иркутске, смотрите там, или Сердолееву, смотрите, что они сделали. Вот посоветуйтесь, вот как это лучше сделать. А вы ничего не сделали. Ну, даете, это тогда ваша вина. Пока они не знают, смотрят по телевизору, там о чем угодно. Им толковые и интересные вещи, только не про интерес рабочего класса. Да, в газетах тоже не дойдете, в интернете, но самые популярные вещи, это тоже не про интерес рабочего класса. А чтобы там дойти до фонда рабочего академии, ну, я не знаю, это надо очень долго искать. Да, и даже вот такие, достаточно уже популярные каналы, как, скажем, Лен.ру, да, действительно, это уже сотни тысяч. Но рабочих-то у нас не сотни тысяч, а в общей сложности 30 миллионов, а, значит, промышленных рабочих, ну, 10 миллионов. То есть проценты, чем мы только охватили. Поэтому вот такое молчание, да, это скорее пока беда рабочего класса. Но очень хочется мне, чтобы это стало виной. Все-таки, по крайней мере, сознательные люди должны к этому прилагать усилия, вступать в общественные мнения рабочей партии России, участвовать в распространении газеты, помогать изданию газеты материально, помогать материалами. Потому что, так сказать, вот то, что мы собираем по крупицам, этот опыт, это вообще очень значимо. Потому что если люди прочитают и говорят, что это можно, оказывается, сделать, они тоже хотят это сделать. Вот из этого положения надо выходить, помогать выходить рабочему классу. Они просто, конечно, констатировать, что вот он недоволен, но это недовольство ни во что не вливается. Надо помочь этому недовольству вводиться в форму коллективных действий. Это большая работа, но для этого, собственно, и должна, и необходима партия рабочего класса, о чем мы сегодня, собственно, и говорим с вами. Как вышло, что якобы продолжатель дела Ленина Сталин не выполнил важный завет Ленина о борьбе с бюрократизмом? Ну, я хотел бы прежде всего сказать, что вот обратите ваше внимание на первую часть. Продолжатель дела Ленина. Вот Ленин, значит, сказал о необходимости борьбы с бюрократизмом, сформулил эту мысль. Но вот, значит, до 22-го года борьба с бюрократизмом не очень-то была развернута, я вам должен сказать, дорогие товарищи. Это вот когда Ленин еще был, значит, действовал, да, на своих рублящих постах, был председателем СНК. И как борьба была с бюрократизмом? Значит, чиновников, советских, тогда уж не чиновников, извините, советских ловщиков, там 100 тысяч в Москве. Рабочих было чуть ли не меньше, потому что там была деиндустриализация очень тяжелая. И 100 тысяч чиновников в Москве. Вот вам борьба. И Ленин, значит, за голову схватился, говорит, у нас возродился этот чиновничий парад худших своих чертах. За голову-то он схватился, конечно, и сказал, что мы должны бороться, и сформулил. А кто ж тогда борьбу-то повел? И кто мог повести? Да вот Сталин-то и повел. Во-первых, он был руководителем Раб Крина, а, собственно, Раб Крина, и прежде всего поручалась борьба за улучшение, значит, советского государственного аппарата, за, значит, борьбу с бюрократизмом. Вот Сталин, да? Ну, я должен все-таки сказать, что в начале 20-х годов еще очень было мало материальных возможностей для этого. Необеспеченность материальная была, там предприятия мало действовали. Поэтому, конечно, трудно было обеспечить борьбу с бюрократизмом в виде, так сказать, активных действий рабочего класса. Они только-только еще... Ну, и тоже себе представьте, что был опыт борьбы с бюрократизмом у рабочих, так сказать, в массе своей, до, значит, до февраля, скажем, 17-го, или до октября 17-го года. Никакого опыта не было борьбы с бюрократизмом. Они вообще были вне, значит, государственного аппарата, да? Поэтому опыта не было. Ну, а дальше, значит, как развивалось событие. Вот когда мы говорим о самых действенных формах борьбы с бюрократизмом, что мы прежде всего вспоминаем? Разумеется, мы вспоминаем секции советов, да? Мы вспоминаем, значит, производственные отделы, так сказать, месткомов или профсоюзных комитетов на предприятиях, которые организовывали выборы, между прочим, кого? Депутатов. Откуда? Из производственных коллективов. Это тоже, между прочим, борьба с бюрократизмом, потому что надо было как-то вот выдвигать представителей коллективов в органы власти, да? А эти представители оставались рабочими. Разве это не борьба с бюрократизмом? Ну, а теперь мы говорим о самом аппарате. Все-таки мы говорим, что сразу деление на тех, кто управляет и тех, кто исполняет социально-экономическое разделение, устранить невозможно. Сразу невозможно устранить. А что тогда? Как же вопрос с бюрократизмом в советском аппарате? Ну, я вам хочу сказать, что самые высшие формы борьбы с бюрократизмом в советском аппарате как раз возникли и действовали в какой период? С 28-го по 30-е, посередине 30-х годов. Я называю их еще раз. Я неоднократно об этом говорил, но тем не менее надо к этому привлечь внимание. Это первое. Шефство заводов над госаппаратом. Значит, завод имени Ажжиикизе шефствовал над Министерством финансов. Вы можете представить, это не шефство над колхозом, не шефство над детским садиком, не шефство над школой, хотя эти виды шефства тоже были. А шефство над госаппаратом. В чем оно стояло? Что, значит, профсоюз, ну, а понятно, в профсоюзе кто играл решающую роль? Партийцы, коммунисты. Значит, формировал шефские бригады, которые отправлял на некоторое время, значит, госаппарат. Эти шефские бригады приходили, с помощью специалистов проявляли исполнение. Само присутствие шефских бригад тоже носило такой хороший дух оживления, потому что чайок не попьешь. Это люди-то, рабочие, которые скажут, ну, что, ребята, мы там уж станков, значит, спины не разгибаем, а тут чай гоняете. Там бумаги, значит, не лежат уже неделями, они за 15 минут. Оказывается, была проблема в том, что бумагу от одного, из одного кабинета, перенести в другой. То есть, ускорился документ оборот, я бы так сказал, бюрократически. Короче говоря, выяснилось, что половина, значит, этого министерства, люди лишние совершенно, значит, их сократили, что называется. Кто? Можно сократить аппарат, но не силами же самого аппарата. Вы знаете, как сокращает аппарат силами аппарата? Ну, закрывает вакансии. Сначала раздувает вакансию, говорит, ой, не заполнили вакансии, мы сократили, мы, значит, отрезали эти названия, эти должности, вакансии. Всё, у нас аппарат сокращён. Видите, значит, ликвидации вакантных должностей. А все люди на местах сидят, потом даже больше становится. Этого не избежать. А как удалось избежать, значит, в советское время? Вот именно так удалось избежать, так сказать, шествия заводов на августаппарат. Ну и, наконец, социалистическое совместительство, когда люди из производственных коллективов, там, скажем, 4 сад работали у себя, приходят дальше в отдел и выполняют не просто техническую, а им поручали ответственную работу. Разумеется, были инструкторы из числа коммунистов в рамках этого аппарата, которые разъясняли, а что надо делать, как делать, показывать. Всё это не без шероховатости было, конечно. Люди ещё должны были понимать, что называется, въехать. Но, тем не менее, это самые высокие формы борьбы с бюрократизмом. Эти формы сложились по решению ЦК ВКПБ и партийных съездах, скажем. По-моему, 15-го съезда и 16-го съезда партий. Как вы думаете, товарищ Сталин имел отношение к этим решениям или нет? Я уверен, что без визы Сталина никакое решение не прошло, если он сам не писал его. Поэтому я бы хотел, первое, что я хотел бы сформулировать, если говорить о борьбе с бюрократизмом, что товарищ Сталин был не просто продолжателем Ленина, потому что Ленин-то мало чего успел сделать в борьбе с бюрократизмом. А товарищ Сталин был выдающимся организатором борьбы рабочего класса Советского Союза с бюрократизмом в государственном аппарате. Выдающимся организатором. Вот, что я первое зафиксировал. Вот это как не фиксируется. Это, знаете, это хрущевская все еще линия, где сами рабочие организовались, значит, 40 тысяч рабочих в шефских бригадах, только учтенных, да, сами провели съезд социалистических совместителей и шефских бригад, где сказали в 1935 году, что надо довести охват этими формами 100% государственного аппарата, 100%. Вот они все сами делали, без ведома партия и без ведома лидера партии, товарища Сталина. Нет, уважаемые товарищи. Вот именно без ведома, это все равно, как это, знаете, в Великой Отечественной войне победили наши, значит, наша армия победила вопреки главнокомандующим. Вот это все такой хрущевский взгляд на роль Сталина. Вот так же вопреки Сталину или без Сталина, значит, раздвинулась вот такая массовая, такая эффективная борьба с бюрократизмом в Советском аппарате. Да нет, не вопреки, а благодаря товарищу Сталину. Вот давайте это зафиксируем. Ну а дальше я с вами соглашусь. То есть вот у нас не было еще такого в истории, я уже сказал, понятным причинам, а уж после Сталина тоже не было никого, не было в истории руководителя партии, который внес бы такой выдающийся вклад в организацию борьбы с бюрократизмом. Вот это Сталин, выдающийся, я бы сказал, главнокомандующий борьбе с бюрократизмом. И это из истории нельзя не вычеркнуть, и это в истории надо использовать сознательным образом. А дальше что было? Мы с вами говорили, что есть внутри партийная борьба, в которой есть не только положительные, но и негативные тенденции. Да, такая борьба была. И она проявлялась в том, что была тенденция задвинуть рабочих. И обоснование находили. Вы, говорит, у вас все рабочие где-то все по министерствам ходят, а надо выполнять производственный план. А лучшие наши рабочие, сознательные, умные, квалифицированные, они там где-то что-то с бумажками делали, а кто план будет выполнять? Ребята, как-то вы не можете вот это как-то? То есть, видите, тут материальные противоречия. И можно было понять тех, кто руководители, которые так говорили, директора. Правда им объясняли, что если сознательные рабочие помогут улучшить качество профтем техфимплана, то и ваша работа наладится. Да, и вы будете успешно выполнять, потому что поставки будут ритмичнее, ресурсами будете обеспечены и так далее, и так далее. Но это ведь когда будет? Когда будут поставки ритмичные? А у меня сегодня нет этого рабочего на этом станке. Это опять противоречие реальной интересов каких? Долгосрочных, коренных и текущих руководителей социалистических предприятий. И так поверху. Я уж не говорю о том, что как были не рады те бюрократы, которые сидели в этих аппаратах и встречали вот этих шефов. Как вы думаете, что они прям были рады? И значит шефы их вычищали, а эти сидели и только ждали, когда их вычистят. Да ведь мы знаем, как они могут представить себя в качестве самых горящих партийцев. И что только они несли, как только небосновые говорят, мешают работы, нарушают ритм, значит ничего не понимают. Только значит мешают нам работать. И да еще сейчас мы должны по ней готовиться. У нас секретность. И они тут ходят. И потом, значит, нарушают секретность. И мы можем обеспечить допуск к секретным вещам. Это действительно была проблема такая. Была такая проблема. То есть можно было найти тысячи аргументов, в том числе и такого реального характера, в пользу того, чтобы приглушить. Шефство заводов над госаппаратом и практику соцсомиссистов. Ну и это было сделано. И вот оно перед войной, если решение о развитии Шефство заводов над госаппаратами было решение ЦК санкционированным Сталином, естественно, как мы понимаем, то решение о свертывании этой высочайшей практики никакого решения не было. По факту так произошло. Ну ни до того, ни до того. Мы не будем поддерживать. И так далее. И перед войной это прекратилось. А чтобы потом Хрущев, ну давайте, вот значит, Хрущев, он боролся с теми иным. И чтобы он это восстановил. Никто даже и не заикнулся. Больше того, я вам скажу. Вот я уже, значит, откуда знаю прошество заводов над госаппаратами и так далее. Я читал эти книги в виде брошюр и книжечек таких. Очень интересно, популярно написанных, ярко написанных. Где? Библиотеки, значит, имени Салтыкова щедрена ленинградская. Сейчас, я не знаю, она, по-моему, не Салтыкова щедрена. И вот я читал, я был аспирантом, читал, выписывал, конспектировал. Кстати говоря, многие из этих вещей отражены в книгах какой? Значит, развитие профсоюзного движения России. Вот я оттуда взял. И как-то я, значит, почитал, выписывал. Потом был некоторый перерыв. Потом думаю, дай-ка я еще пойду, почитаю и выписываю. И что вы думаете? Говорит, а у вас допуск есть? Какой допуск? А оказывается, раньше было такое, что надо было получить допуск, такое специальное разрешение. Я уже даже не знаю, где надо было его получить. Ну, короче говоря, я эти книги больше не получил, не увидел их. Это не было Хрущева. Это не Андропов ли был уже тогда? Или что-то такое? А допуск надо было получить, чтобы прочитать о том, как рабочие осуществляли шефство. Вы представляете это мне? Значит, которые там... А как рабочие могли узнать об этом? Чтобы сказать, что рабочие претензии, что же рабочие не требовали в основании шефства? Да как они узнали бы о нем? Если бы вся эта литература пряталась, так сказать, и не давалась для чтения. Вот где бюрократизм-то. Он в библиотеке проникает. Вот как. Так что, ну, давайте, значит, можно сделать упор на то, что где-то вот товарищ Сталин поддался на опору этих бюрократических сил. А можно сделать и нужно. Вот, может, это я впервые делаю, упор на то, что давайте зафиксируем роль товарища Сталина как выдающегося организатора борьбы рабочего класса за бюрократизмом в советском параде. Вопрос от Энжи. Не кажется ли вам, что сегодня наемные работники в современной России настолько дисперсны, что в политической работе с ними нельзя подходить с одинаковым мерилом? Ну, я думаю, что рабочие дисперсны всегда. Если имеется многообразие профессий, условий труда и так далее, конечно, дисперсны. И поэтому к ним нельзя подходить с единомерилом, когда речь идет, скажем, об экономической борьбе. Вот здесь как с единомерилом? Ну, разные условия труда, разные режимы труда. Где-то актуальны, значит, вопросы спецодежды, а где-то актуальны вопросы графика рабочего, а где-то они не так актуальны, где-то, значит, пять по восемь, а где-то, значит, три через два, три по двенадцать через два и четыре по двенадцать через два. Так, ну, вот на этот случай, дорогие товарищи, на эту дисперсию, как вы говорите, есть тоже организация рабочего класса, называется она профсоюзы. Вот профсоюзы, как раз их сила в том, что они учитывают все эти нюансы. Они должны обязательно, если профсоюз игнорирует запросы на, так сказать, выдачу спецодежды и перчаток, это не профсоюз. Если профсоюз не понимает, что вот в одном случае графики такие должны быть, а в другом такие, и не выступая за графики, которые более удобны для работников, может быть, для женщин, то это тоже не профсоюз, или профсоюз, который не соответствует своему понятию. Но, когда речь идет о коренных интересах рабочего класса, то эти коренные интересы, если мы говорим именно о рабочем классе, так сказать, одинаково для всех. Всем, всему рабочему классу выгодно, скажем, введение шести часов рабочего дня, сокращение рабочего дня. Хотя, еще раз говорю, что где-то это может быть, я не знаю, как организовано, если не прерывное производство, там сменность будет такая, сякая, где-то, значит, перерывы будут такие, где-то надо увеличить дополнительный отпуск тоже наряду с этим. то есть, это вот как раз вопрос нюанса, это вопрос для профсоюзов. Но коренные требования в виде сокращения рабочего дня, в виде увеличения оплачиваемых отпусков, в виде, значит, улучшения, здравления, условий труда, там, отмена ночных смен, это вообще говоря, конечно, уже общие требования для всех, и поэтому это, так сказать, требования, которые отстаивает партия. Партия, что значит отстаивает? Она через своих партийных рабочих, на всех участках, где это, где только есть партийные рабочие, эти общие требования, с учетом этой специфики. Так и всегда бывало, что по диалектике всеобщее, это, так сказать, проявляется через единичное. Но чтобы сформулировать всеобщее, общее, да, интересное движение, нужна партия, и, так сказать, чтобы, во всех сферах это двигалось, во всех участках, независимо от дисперсии, положение рабочего класса улучшалось. То есть интересы движения в целом, кто отстаивает? Партии рабочего класса. А профсоюз не может оставить интересы движения в целом. Он отставит интересы движения вот этой профессии, вот этого производственного региона и так далее, и так далее. Поэтому я вас, так сказать, вполне понимаю и с вами соглашусь в том, что одной партии здесь не обойтись. Да, но вот эта дисперсия, как вы говорите, то есть, она, еще раз говорю, подытоживаю, что она не отменяет в общности коренных интересов рабочего класса, а коренной политический интерес в установлении диктатуры патриата, ну так это, извините меня, при чем тут дисперсия? Я вам хочу сказать, что советы создавали и в Иванове, кто создавал? ткачи, вот там, у них свои интересы были, не беспокойтесь, вот свои профессиональные интересы, свои, отличные от металлургов, от металлистов. Значит, а в Петрограде металлисты создавали тон, создавали советы, да, а в Нижнем Новгороде, те, кого мы сейчас называли бы машиностроителем, например, Сорумский завод наш, и так далее. Но тем не менее, все они создавали, что? Советы, то есть, как организационные формы диктатуры пролетариата. Вот вам и дисперсия. Когда речь идет о коренных классовых интересах, они на то и коренные, что они интересы всех отрядов рабочего класса. Такие интересы, конечно, остаются, были и есть, остаются и у современного рабочего класса, какое бы ни было многообразие специальностей и так далее, и так далее. Вопрос от Давида. Насколько прямо рост цен зависит от инфляции или наоборот? Да, понятно. Мне кажется, что это от понтия к пилату отсылка. Да, есть такое выражение. Понтия к пилату вот это же единая нераздельность. Значит, инфляция, это есть как раз повышение общего уровня цен за исключением чего? Цены рабочей силы товара. Поэтому, если мы имеем инфляцию, то, ну, инфляция в переводе что такое? Вздутие. Вздутие чего? Цен. То есть, это само определение. Поэтому, как говорить, что насколько инфляция зависит от роста цен? Ну, я думаю, что, вот когда мы разобрали, что такое инфляция, дали определение, видно, что инфляция это и есть повышение общего уровня цен. Поэтому сказать, что инфляция зависит от цен, но в определении мы видим эту связь. Если хотите, назовите это зависимостью. Но мне кажется, это не самая удачная характеристика того, что есть инфляция и что есть повышение общего уровня цен. Вопрос от Марины. Выгодно ли вложить деньги на счет в банки? Ну, что ж, значит, во-первых, я должен, сказать, порадоваться за Марину, потому что приблизительно половина граждан России никаких сбережений не имеет в сбережениях в банках. То есть, я понимаю, что что-то лежит, наверное, вот здесь в кошельке у человека, но это не то, что нужно и можно нести в банк. Если все-таки есть какие-то сбережения, которые свободны от того, чтобы завтра потратить на хлеб насущный, то человек хоть как-то выбился из нужды. Это, в общем-то, нормально. Скажем, когда мы добьемся того, я имею в виду борющиеся, рабочие добьются того, что заработной платы будет на уровне стоимости рабочей силы и будет повышаться выше стоимость рабочей силы, наверное, будут и сбережения в большей доле народа, потому что отсутствие сбережения это, конечно, что называется, человек на краю. Потому что, ну, не дай бог, что случится, да, и уже просто нужда наступает. Это вот первое. Значит, мы порадуемся. Второе. Ну, должен сказать, что банк, конечно, вы можете положить, но банк строго слить за тем, чтобы уровень вашей проценты на ваш вклад как-то не превышали уровень инфляции. Потому что, так сказать, банку самому нужно иметь прибыль, а в чем, собственно, прибыль банка в разности между процентом, по которому он выдает кредиты и процентом, который он выплачивает по вкладам. Да, и поэтому у него прямой интерес занижать проценты по вкладам, прямой материальный интерес у всех банков. Ну, и к тому же этот интерес еще зависит от того, какая центральная ставка центробанка. центробанк тоже тут играет свою роль. Это тоже ограничитель величины процента по вкладам. То есть, короче говоря, у вас, я думаю, что проблема такая, вы хотели бы сберечь свой вклад от инфляции. Вот я хочу вас не то, чтобы успокоить, а образумить в том, что от инфляции ничего, конечно, вы не сбережете, что инфляция будет кушать реальный размер ваших сбережений. То есть, поскольку инфляция, как правило, когда индекс потребительских цен опережает или выше проценты ставки по вкладу, как правило, то сколько вы там денег не держали, в реальном выражении ваш вклад будет уменьшаться. Это обычная картина. Если хотите доходы увеличивать, гарантированно денежные, то если вы рабочий, то, так сказать, или работник тайного труда, то это надо действовать коллективными действиями. И здесь есть прекрасный опыт, опять-таки, тех же докеров. Я же не случайно говорю про золотые буквы, где записано, что надо повышать зарплату на уровень инфляции плюс еще 10%. Вот если такое удастся добиться такого положения, то вы будете жить лучше, и ваши денежные доходы будут расти быстрее, чем инфляция, и ваши реальные доходы будут возрастать. Или вы должны становиться капиталистами, потому что капиталисты тоже опережают, как правило, капиталисты, у которых дело развивается. То есть надо жить за счет эксплуатации чужого неоплаченного труда, и тогда тоже ваши реальные доходы в денежном выражении будут тоже повышаться, будете прижать инфляцию. Вот выбор, что называется, за вами. Вопрос от Порфирия. Вы все время говорите об авангардной роли фабрично-заводских рабочих, но сегодня их условия намного лучше, чем других наемных работников. Может, стоит делать ставку в изменившихся условиях на тех, кто подвержен сверхэксплуатации? Дело в том, что я ничего не изобрел, когда говорю о роли фабрично-заводских рабочих. Вы помните Ленинское определение, диктатура пирата, где я говорю, что именно фабрично-заводские и городские рабочие способны руководить всей массой трудящих, эксплуатировавших во всей борьбе за свержение власти капитала, за установление диктатуры пирата во всей борьбе за уничтожение классов. Поэтому я тут ничего не придумываю. Должен сказать, что почему речь идет все-таки о фабрично-заводских рабочих. Во-первых, это крупные, как правило, предприятия. Что такое фабрика? Фабрика это система машин. То есть, единичное применение машин, а есть предприятие, где есть единичное, прилетите в автосервис, там тоже какие-то машины есть, какие станки вы найдете. И что это? Фабрика? Да это не крупные предприятия, мелкие. Там нет системы машин, а система машин это фабрика. Поэтому, значит, это крупные предприятия, да, где люди работают, сказать, где кооперативный характер туда развит, то есть, зависимость одного другого развита, что они вот все вместе работают, сказать, в конечный общий результат. Да, то есть, где, поскольку это система машин, то вот уже ритм машин в защитной степени задает ритм действий, то есть, ну, не может быть работой в лес под ровой здесь, никак, потому что иначе вы собьете этот общий ритм производственный, а вы не должны его сбить. Тут, понятно, есть проблемы, как это выстроить, чтобы, сказать, для рабочих это было не сверхинтенсивно, это другой вопрос. Им тоже надо, конечно, заниматься, но, тем не менее, здесь требуется общая работа, согласованная работа, то есть, что это означает? Это означает выработку дисциплины, то есть, привычка, сказать, подчинению в рамках совместных действий, общей единой воли. Способность, вот, значит, марксисты Ленин всегда говорили, что, способность к революционной борьбе и коллективной борьбе формируется в рабочем классе не от рождения, а самими условиями фабрично-заводской индустрии. Это никуда не делать же, так сказать, и сегодня тоже никуда не делать, поэтому вот эта революционная роль рабочего класса здесь, так сказать, связана с тем, что еще и рабочий класс, фабрично-заводской рабочий класс способен осуществить эту роль, потому что привык к массовым коллективным действиям в рамках самого производства, но дисциплинированно, в то же время достаточно сознательно, и в то же время непридавно. Вот вы говорите о сверхэксплуатации, а что значит сверхэксплуатация? Это значит самая низкая заработная плата, это значит самые тяжелые условия труда, это значит отсутствие свободного времени вообще. Люди, значит, там по 19 часов и так далее, у них, так сказать, способность к борьбе наименьшая, я должен сказать, потому что люди ничего не добились и добиться не могут, они убедиться не могут. Во-первых, вот такие условия сверхэксплуатации характерны как раз преимущественно для небольших предприятий. Какие тут большие коллективные действия? Там уже вот особенно не застачкуешь, потому что небольшое, но одного, все-таки двух еще как-то можно заменить. Поэтому тебя выкинут, если вдруг начинаешь что-то делать. Но и поэтому сказать сверхэксплуатация или давайте переведем на русский сверхугнетение, это не фактор вообще говоря борьбы. Рабочие классы это не самый страдающий класс, можно найти на не больше тех страдающих, скажем, паукеры. Страдают от голода, от того и сего, как сейчас говорят, прикариат, то есть нерегулярная занятость. Уж страданий, наверное, там не счесть, больше чем где-либо, но они не способны вот такой коллективной организованной борьбе. Поэтому все-таки способность к коллекционной борьбе связана не столько с страданием, сколько с материальными условиями труда. И вот по своим условиям материальным труда такой способностью и интересами обладает именно фабрично-заводской рабочий класс. Обладал, обладает и будет обладать. Вопрос от Никодима. Почему Сталин отменил Порт-Максимум? Ну, я думаю, что вот если я буду утверждать, что Никодим тоже ошибается, он не будет возражать. Я и про себя это могу сказать. И я тоже ошибаюсь. И Сталин тоже ошибался. И Лейн ошибался. И знаете, люди, которые не ошибались? Нет, таких людей нет. Значит, ошибка Сталина, товарищ Сталин, ему как-то это преподнесли, видно, сказали, что у нас люди надрываются, что у нас люди из рабочих, они тут с одной стороны, с другой стороны говорили, что ну вот некоторые люди, которые вот может быть и не члены партии, или члены партии талантливые, но вот у них такие сложные семейные обстоятельства и как-то вот они тут и... Ну опять масса доводов. Да, я думаю, что это ошибка, уступка к бюрократическому давлению. Вообще говоря, я думаю, в каком-то отношении товарищу Сталину можно посочувствовать. Он был окружен не столько рабочими, сколько партийными функционерами, которые при всей предности, я думаю, что были и предные люди, да, при всей предности дел рабочего класса и пониманию того, что как надо действовать и так далее, по своему положению не были свободны и от бюрократических тенденций тоже. Да, не были свободны. Ну вот, даже уж если Ричард Иванович Кослапов не был свободен от таких тенденций, то я думаю, и Куйбышев, и Оржникизе и так далее тоже не были свободны. Ну и поэтому, значит, давили со всех сторон самые близкие люди, самые близкие люди наверняка, а кто еще мог вот Сталин, думаю, если это по его инициативе, взял, говорит, дай-ка я вот это, ему кто-то, наверное, посоветовал, и он с кем-то посоветовался, ему сказали, да ладно, Иосиф Иосифович, да вот это вот тогда, а сейчас-то чего, мы все советские, привели какие-то аргументы, поддались. То есть, можно ведь и по-другому поставить вопрос, а почему никто не поднял вопрос из других членов партии, что вот никто не мог, а взял Борженикиз и выступил там на 17-м съезде, в 2004 году, на съезде победителей, сказать, товарищ Сталин, все замечательно, но Порт-Максин, зачем вы? То есть, мы говорим, хорошо, Сталин ошибся, как и всякий человек, а почему не нашелся тот человек, который не поправил Сталин в этом, но хотя бы выступил, другой был, а Сталин был упорством, да нет, ты не прав, Серго, или там, если Борженикиз не был тогда, Виссарион там, Валериан Куйбышев, не прав, или еще кто-то, никто же не сказал, значит, вот можно себе представить тогда силу давления на товарища Сталина, да, и он этому давлению, бюрократическому давлению, он этому давлению поддался, не знаю, вот если Никодим, он такой стойкий и устойчивый, можно порадоваться, но я думаю, что и, так сказать, вот и каждый из нас может в какой-то момент какому-то давлению поддаться, даже если это ведет к ошибке, давайте мы настроим себя, вот учтя, что, так сказать, по опыту историческому, что вот это ошибка, давайте учтем, что и постараемся, так сказать, быть устойчивыми, в отстаивании, вот, так сказать, необходимых и правильных вещей, даже если на нас дали самые близкие люди. Вопрос от Евгения. Пользуетесь ли вы кредитами или кредитными картами? Нет, я не пользуюсь кредитом, я советский человек, вот про советские люди говорили, что они, значит, уверены в своем будущем, ну, понятно, конечно же, сказать, это сейчас стихия, да, стихия экономики, а что значит стихия, вот, судьба играет человеком, потому что не подконтрольны общественные силы, куда тебя бросят это дело, никто не знает, если в экономике, так и, что будет, не будет финансирования, и все, на этом и закрылся, там университет, поэтому, конечно, стихия сейчас господствует, ну, вот я хочу сказать, что у меня есть возможность не пользоваться, но я так просто поставил дело, и никто из моих близких никакими кредитными картами не пользуется, и, так сказать, в долг у банков не берем, ни на какие кредиты, если есть на что купить, покупаем, если нет, значит не покупаем, это не гарантирует устойчивости, потому что, чтобы есть, это надо еще заработать, а чего-то обломится, и не будет, ни на что, но себе еще на петли, на шею вешать, еще одну петлю, что мало того, что у тебя доход обломился, ты еще должен, еще изыскивать средства, чтобы отдавать еще за кредит, но это уже еще, так сказать, затягивать эту петлю, но со своими руками, конечно, такую петлю на своей шее, на шее своих близких, я затягивать не буду, поэтому кредитом я не пользуюсь. Вопрос от Герасима, можно ли относить к факторам производства бумажные наличные деньги? Ну, я думаю, что вы используете терминологию, которая как раз вот, был вопрос, помните, о макроэкономике и микроэкономике, вот там, где речь идет о факторах производства, о том, что действует производство, да, но и к факторам производства микроэкономика относит, значит, труд, землю, капитал, такие странные формировочки, труд, капитал, как будто капитал, есть обещленный труд, земля, как дар природы, я все-таки посоветовал вам использовать более выверенные, может быть, даже здесь речь идет не о более или менее, здесь вообще не речь, не о количестве, а по существу, научные категории, ну, например, средства производства, что такое средство производства мы знаем, средства производства включают, прежде всего, орудия труда, то, чем человек воздействует на предмет труда, и предмет труда, то, на чем воздействует в процессе труда, да, значит, средства, орудия, предмет труда, образуют средства труда, средства труда, инфраструктура, то есть условия производства, здания, помещения, это средства производства, хороший очень фактор, да, и определение, ну, а главная производительная сила, если мы говорим о производительных силах, Это работник Значит работник и средства производства Это производительные силы общества Где работник это основная Производительная сила общества Вот из этого определения видно что деньги Ну какое отношение имеют они К средствам производства Как они участвуют в процессе Производства Поэтому они обслуживают Обращение созданных товаров То есть они функционируют Хоть бумажные хоть не бумажные За рамками собственного производства В рамках сферы обращения Товарно-денежное обращение Поэтому конечно деньги никак не могут Уступать средствами производства Но в этом смысле они Уж если есть какое-то соответствие Факторов производства с научным понятием Средств производства То они не относятся и к факторам производства тоже Вопрос от Александра Кондрусева Сложное это сложное из простых Предусмотрены ли в диалектике Правила соотношения простых в сложном? Ну понятно Значит это вопрос о том Все ли определяет наука логика Да Все ли Понятия которые мы используем В нашей повседневности Являются философским понятием Но сложное и простое Как вы видите Не относится К философским понятиям Хотя Вот какие-то философские вещи Мы с вами можем Объяснить Используя Эти термины Сложное И простое Надо ли нам Это Делать из этого Какую-то особую Философию То есть То есть включать Ну скажем Систему Философских категорий Дилектических категорий Науки логики Сложное и простое Не уверен Зачем это надо Мне вот кажется Что Если мы изучаем Науку логики То не возникает там необходимость Применения Вот дополнительных категорий Я должен сказать Что не в первый раз Есть Встречается предложение Чем-то дополнить Науку логики Ну например В свое время Я просто встречал Я специально этим вопросом Занимался Но тем не менее Встречал Что предложение А что хорошо Вот значит Систему Дилектических категорий Логических категорий Включить Еще Понятие вероятности Но там Где речь идет Возможность Помните Возможность Необходимость Действительность Вот еще бы И вероятность Но вот Не уверен Что это было бы хорошо Как-то Гегель Сумел без этого Обойтись Да И А что значит Он сумел обойтись То есть Вот Выведение категорий Не потребовало Включения В этот Логический ряд В ряд категорий Термина вероятности Ну значит Как-то можно И без него обойтись Ну точно так же Я бы оценил Идею Использовать это Сложное И простое Еще раз говорю Что не все Что мы с вами Используем Для объяснения Для Разъяснения Каких-то Событий И процессов Необходимо Включать в систему Категории Науки логики Вопрос от Макса Интересно Как при таком Количестве Специалистов По диалектике На несколько десятилетий Получила поддержку Лысенковщина Да и благодаря Им уже Была задвинута Генетика Кибернетика И тому подобное И каким Вы видите Решение По борьбе С такими явлениями Ну первое Первое Что я хотел бы Сказать Что Я Насколько я помню Значит Лысенко Это Сорковые Пятьдесятые Годы Как-то С чего Вы взяли Что тогда Было очень много Специалистов По диалектике Вот я В истории Как-то так и не выяснил Как много было Специалистов По диалектике Значит Была науку логики Как вы помните Изданную В массовом Порядке Когда В конце Тридцатых Годов Перед войной Перед самой Да и как-то Это были Не лучшие Времена Для изучения Науки логики Потому что науку логики Требует Сосредоточения Такой Какой-то Вот Несуетности Ну В окопах Науку логики Не читали Вот не было Таких исторических фактов Вот можно было Предложить Что кто-то Взял бы и понес И читал Не читали А в окопах Были десятки Миллионов людей Молодых людей В том числе Вчерашних студентов Вот в окопах Был скажем Мой научный руководитель Руководитель Моя дипломная работа Николай Андреевич Моисеенко Он Со студенческой скамьи Ленинградского университета Ушел На фронт Да Вернулся Светлая голова Всего Но точно Науку логики Он не читал И не изучал Поэтому А это лучший человек Который Сказать Вот Всегда поддерживал Михаила Алексеевича Попова Да И занимал Правильную позицию Позицию рабочего класса Вот Вполне определенно Занимал позицию Но диалектики Он Не знал Ну Сказать что человек Не знал диалектик совсем Человек который Хорошо знал капитал Очень сложно Потому что все таки Капитал Есть Диалектика Реализованная К одному способу Производства И в таком виде Там тоже есть Диалектическое изложение И тот кто хорошо знал капитал Уже некоторое Понимание диалектики Тоже приобретал Но это все таки Не в чистом виде диалектики Поэтому Не было никогда Много специалистов По диалектике Не было Уж если Сталин не был Специалистом в диалектике То рядом с ним тоже Никого не было И Возможно это было связано с тем Что Вот как-то Надо было Найти форму Изучения науки логики Вот я думаю что Открывателями Не знаю Может меня все таки Кто-то поправит Но вот Я тоже Все таки этим вопросом занимался Открывателями Адекватного способа Изучения диалектики Я своей Науки логики Имею ввиду Ни о какой другой Диалекте я речь не веду Были все таки Игорь Константинович Смирнов Ленинградский ученый Доктор экономических наук И Михаил Васильевич Попов Тогда еще он был Аспирантом Когда они Со Смирновым Обсуждали Друг другу Излагали Ход Дилектической мысли Науки логики Вот два человека А затем уже пошел Кружок Значит Диалектический метод Политической экономии Научно-студенческий кружок Вот я был уже Членом этого кружка Это если не ошибаюсь 1979 год Я стал членом Может он чуть пораньше был Руководителем был Михаил Васильевич Попов В Ленинградском университете На экономическом университете Там уже Десяток человек было Ну они так приходили Приходили Говорили Ой как интересно Потом уходили И так новый То есть Я ничего не слышал Чтобы на философском факультете Ленинградского университета Вот Было какое-то Систематическое изучение Науки логики Поэтому Поэтому я думаю Что скорее Скорее все-таки Вот массовое изучение Науки логики Не только специалистами Сказать Философами Что называется По должности Как раз разворачивается Вот этот парадокс истории В 90-е 2000-е годы И сейчас тоже Благодаря чему Благодаря тому Что есть Выдающийся Диалектик Выдающийся Я не побываюсь этого Выдающийся диалектик Значит В современности Михаил Васильевич Попов Который ведет уже Вот эту работу По пропаганде И по Значит Обучению диалектик В самой адекватной форме В виде кружка Научного Да Где идет обсуждение На протяжении Сейчас сколько-то лет Это уже Более чем 40 лет Да Более чем 40 лет И сейчас как раз Ну вот раньше Это было Как Вот как это сделаешь Раньше Надо было прийти в аудиторию Сейчас Благодаря интернету С этим Способом изучения Познакомились Я так Не сомневаюсь Что уже Десятки Если не сотни тысяч людей По моему Просмотре Вот Ролика Михаила Васильевича Науки логики Набрал Несколько миллионов Несколько миллионов Ну не знаю Все ли стали Вот как-то пытаться Это делать Да Но по крайней мере Насколько я знаю Тиражи Науки логики Тысячные И они расходятся То есть уже Десятки тысяч Наверное К них разошлись Поэтому Массовое освоение Науки логики Диалектики Началось Или происходит В наше время И в будущем И теперь я не сомневаюсь Уже Это не какое-то поветрие Это отражение Глубокой потребности Понять диалектику Значит Социально-экономической жизни Ее понять можно Только если мы Сам диалектический метод освоим Потом уже приложим его К этой жизни Поэтому Как раз Все то что вы говорите Всякие такие Поверхностные Оценки И суждения В области Естественных наук Это как раз Следствие того Что Люди-естественники Не освоили диалектики Ситуация не новая Почитайте материализм Империокритицизм Владимир Чалиев С кем он там беседовал И дискутировал По поводу Новейших достижений Естественных знаний С выдающимися Учеными своего времени В области Естественных знаний Которые были Метафизиками С точки зрения метода И поэтому делали Совершенно Неправильные Философские выводы Ну например Материя исчезает На чем не Лосиенкин Вщена До начала 20 века То есть люди Не образованные В области Диалектикин Вот они Такие выводы И делают Ну собственно Вот поэтому Наверное И мы имели Такие явления В области Естественных наук В Советском Союзе И думаю Что так Нечто подобное Было и в других Странах тоже Прямо мы тут Во всех Странах Естественные Люди Естественники Были прямо Диалектики А не стихийные Диалектики Но этого маловато Вообще-то Для того чтобы Делать Правильные Выводы Насчет Перспектив Развития Науки Спасибо Вопрос От Влада Здравствуйте Есть ли шансы У курьеров На какой они Стадии Курьеры Профсоюза Курьер Я думаю Что Здравствуйте Влад Что Надо поддержать Вот Всякое Стремление К коллективному Действию В конце концов Ведь многое Зависит от личности Но появился Там человек Который Может повести С собой Дать пример Да Ну и хорошо Кто такие Курьеры Курьеры Это рабочие Они что Переносят Они переносят Какие-то Материальные Предметы Если Речь идет Скажем О курьерах Я так понимаю Что речь идет о курьерах Из магазинов То есть Товаров Народного Употребления Прежде всего Они бывают Какие-то То конечно Это Транспортные Транспортные Рабочие Ну другое дело Что есть транспортные Рабочие Которые работают Как локативные Бригада Да Здесь такого нет То есть они работают По одиночке В самом процессе Своего труда Да У них Индивидальный Такой характер То есть кооперация У них Не наблюдается Но тем не менее У них Есть общие Интересы Все-таки Они Где-то Пересекаются Да И поэтому То что они Вставляют Общие требования И Скать Коллективные действия Набиваются Это хороший Пример Того что Вот Даже в самых Необлогоприятных Условиях Возможно Создание Профсоюзной Организации И возможно Коллективные действия Это хороший пример И надо поддержать Только мы с вами Понимаем Что О каких еще шансах Идет речь Шансы на уставление Диктатуры Патриата Так Революционное первороство Курьерам принадлежать Не будет Вот Но я думаю Они не обидятся Все мы поддержим Значит Фабрично-заволской Рабочий класс Когда он Придет К действиям По созданию Совета Все И курьеры И некурьеры И профессора И работники Сферы образования Потому что мы понимаем Что в настоящее развитие И нашей сферы Тоже Зависит от успехов Рабочего класса Он сегодня говорят Значит опять Вот Надо чтобы Результаты Науки Научных исследований Были востребованы Так это О чем речь-то идет О том что Если не будет развиваться Производство Не будет Значит И Запроса На научные исследования А что такое Развитие производства Это развитие И рабочего класса Тоже Да То есть Если рабочий класс победит Он обеспечит развитие Производства И тогда и науке Будет хорошо И всем будет хорошо Поэтому Шанс у курьеров Есть Молодцы курьеры И я думаю Что это Значит Борьба Которая находится В общем потоке Борьбы За утверждение Советской власти Вопрос от Грекора Добрый вечер Как вы считаете Достаточно ли сегодня Только газеты Для агитации Почему рабочая партия России Уделяет газете Больше внимания Чем интернет ресурсам Почему видеоролики Так архаично Оформлены Добрый вечер Значит Вопросы очень интересные Конечно Ну Во-первых Не согласую Что не зеляет внимания Ну вот Члены рабочей партии России Используют Любую возможность Выхода В интернет И вот мы Еще раз благодарим Значит Ленру За такую Возможность Потому что Это очень уважаемый канал С большой аудиторией Да Сотни тысяч Насколько я понимаю Значит Это немалая аудитория Но правда Это и десятки миллионов Да Значит Есть канал Фонда рабочей академии Да Сорок тысяч подписчиков Сорок тысяч Ну это Это уже немалая аудитория Но это сорок тысяч А не миллион Значит Я хочу сказать Что Вот Опыт показывает Что через интернет Прорваться К Рабочему классу Это Что называется Наша целевая аудитория Очень и очень сложно Я не уверен Что из сорока тысяч подписчиков Фонда рабочей академии Десять процентов Это рабочие Не уверен Это четыре тысячи рабочих Вот с этой точки зрения Давайте посмотрим на Возможности газеты У нас Тираж газет Народной правды Сорок пять тысяч Ну вот сейчас выйдет Сорок шесть тысяч Экземпляров Значит Сфера распространения Проходные Но я думаю Что Там очень легко Отличить Рабочего Нерабочего Поверьте Я вот регулярно Распространяю На протяжении Уже Не одного Десятка лет И как я могу сказать Кто это Даже могу Прискать Какая будет реакция Если берет Интеллигент Ну так знаете А что пишет Это А что Что пишет Не то чтобы враг А эти красные Там Или коммунисты Потому что Реплики такие От этих Хорошо одетых людей С портфелями Таких чинных дочек Ну с чего тут Это С чего вам тут надо Коммунисты Да И что такое Рабочие Вот три четверти Из этого тиража Попадает в руки Рабочих Арифметика Очень простая Три четверти Из Сорока тысяч Значит Это Сколько Тридцать тысяч Ну а у нас Еще больше Вот Газета пока Дает нам Возможность Обратиться К Тридцати Тысячам Рабочим Вот интернет Нам такой Возможность Пока Не дает Кроме того Значит В интернете Ну а почему Не дает Потому что Ну мы тут есть А еще есть там Я не знаю Тысячи Или сколько там Счет каналов Которые Как вы говорите Хорошо оформлены Потому что У них задача Сидят дизайнеры Вкладывают в это Большие деньги Наш Какой тут дизайн У нас Наш товарищ Значит Сергей Викторович Тюленев Он с работы Пришел Вот весь и дизайн Спасибо Обрабатывает Турельки Очень быстро Там пришлешь Такой вот А он все это Быстро обработает Диана тоже Наверное Тоже Не вот уж Сказать Человек Который На дизайне Только Состоточен А там Работают Большие команды За большие деньги Которые Раскручивают Это вкладывают Как Компетитическое Предприятие С большим вкладом Потом начинают Что называется Отбивать деньги Потому что идет реклама Но дайте мне Три миллиона Сколько надо Я не знаю Для того чтобы раскрутить Может мы тоже Раскрутим с дизайном И то не уверен Потому что Кроме дизайна Все таки Содержание Значимое Оно явно Расходится С господствующей Буржуазной Идеологией С всякими Обывательскими Буржуазными По сути Представлениями Они сильно будут рады Услышать Вот те вещи О которых мы с вами говорим Поэтому мы все таки Обращаемся К заинтересованной Аудитории Я Совершенно Жден Что эта аудитория Будет расширяться Ну так вот Все таки на сегодня Наша газета Это более надежный путь И более массовый Путь Общения с рабочим классом Доведение наших идей До рабочего класса Вот Что бы я ответил Поэтому Мы вовсе Не недооцениваем Роль интернета Мы делаем Все что можем Ну наверное У нас ограничены Возможности И материальные И людские тоже А кто это скрывает Поэтому я все время Из выступления Призываю Дорогие товарищи Вступайте В ряды Общественной Рабочей партии России Мы найдем место Для работы Если вы хорошо С интернетом связаны Нам вот так По заре следить Нужны Будете дизайном Заниматься Нам найдутся Сказать Для вас То Спасибо за субтитры